всем привет в этом видео мы с вами приготовим такую вкусную ароматную рыбку как терпук я уже распотрошила и почистила ее от чешуи сейчас мне осталось только отрезать голову и хвост и начать ее мариновать мы будем запекать в фольге в духовке итак первый шаг нашу уже распотрошенную рыбку мы избавляем от головы всех плавников и вот этих вот я не люблю вот эти вот хребты когда здесь же тоже такие косточки я обычно это все отрезаю отрезаем при помощи острого ножа я как-то не жалею здесь конечно просто ровненько так убираю а вот эти плавнички мы режем от хвоста к тому месту где раньше была у нас голова получается в общем сейчас я таким образом разделу обе тушки и вернусь мы полностью отрезали все плавники голову и хвост и получились у нас такие вот тушки сейчас нам нужно измельчить лук и морковь и потом мы будем уже складывать все фольгу лук я режу тоненькими полукольцами и морковку также на тоненькие маленькие кусочки итак теперь самое главное мы выкладываем нашу рыбу в миску либо на блюдо как вам удобно далее мы будем использовать соевый соус поэтому соли нам уже не нужно поливаем щедро соевым соусом сюда же отправляем специи у меня сегодня это будет такая мельничка от катани чили острый можно конечно брать любую специю которая вам по вкусу и черный перец также сюда мы с вами положим буквально несколько капель забрызнем несколькими каплями у лимонного сока и тщательно будем втирать всю эту смесь нашу рыбу ой получается вообще очень ароматно соевым соусом мне нравится больше когда ну чтобы использовать его вместо соли потому что и мясо и рыба вот получается более как тот вкуснее когда вот я запекаешь теперь пускай немножечко постоит буквально минут десять и будем формировать наши вот фольгу будем складывать вместе с овощами все расстилаем фольгу я всегда беру запасом пусть лучше останется немножко но лишним не будет и так на дно получается наши будущие вот формочки такой мы выкладываем лук морковь и у меня сегодня помидорки черри также можно использовать перчик ну тут же конечно кому как больше нравится черри теперь на на эту подушку мы выкладываем нашу рыбку сейчас еще немножечко сбрызнем оливковым маслом буквально две капельки две-три капельки вот так достаточно и смотрите у нас остался немножечко такой ароматный маринад я теперь делаю вот такие вот бортики своеобразные и выкладываю на противень и вот чтобы наш маринад не раз не растекся сразу же мы вот его выливаем сюда на пополам аромат обалденный теперь мы плотность собираем нашу рыбку такой фольговый мешочек я обычно делаю два вот слоя фольги чтобы точно было все плотно и ничего не вытекло рыба получается очень нежная приготовлено таким образом никогда не будет у вас сухой потому что все ароматы все остается вот внутри она готовится буквально в своем соку то есть ничего не пригорает не жарится вот прям максимально ароматно теперь мы нашу рыбку ставим на 180 градусов в духовку на средний на среднюю полочку тут конечно нужно смотреть по тому какой размер вашей рыбы я ее поставлю на полчаса вот и далее будем смотреть уже по готовности но полчаса обычно достаточно все таки рыба готовится очень быстро пока запекается наша рыба мы приготовим с вами гарнир у нас это будет пюре сейчас я кстати расскажу основные моменты чтобы ваше пюре было самым вкусным и так кладем картошку в холодную воду доводим до кипения только потом солим также все обвариваем как нужно до готовности и сливаем воду полностью в это же время нужно довести до кипения молоко чтобы обязательно оно было именно горячим также я сюда кладу сразу же и масло чтобы было все удобно чтобы отдельно потом кусочек здесь у нас не бултыхался все а все остальное в принципе как и у всех толкем картошку а ну кстати да нужно именно толкушкой разминать картофель а не блендером потому что все таки когда мы делаем это при помощи блендера у нас получается клейстер он именно перетирает такую непонятную клейкую субстанцию явно не пюре это никакого вкуса ничего там нет поэтому кроме старой доброй толкушки нам ничего не поможет также еще я знаю что очень вкусно некоторые откладут дольку чеснока во время варки то есть чеснок дарит какой-то аромат определенный тоже вкусно бывает еще можно сюда порубить зелень либо некоторые любят обжарить лук и уже вот жареный лук сюда так вот мы измельчили картофель сейчас добавим сюда молочно-масляную смесь и размешаем я иногда просто размешиваю а иногда при помощи венчика прямо вот взбиваю массу и получается такое воздушное воздушное сливочное пюре она обладает нежным нежным вкусом и она никогда не потемнеет потому что еще если мы будем разбавлять холодным молоком то она потом когда остынет станет таким темного цвета что мне вообще никак не нравится все пюре готово ждем нашу рыбку я достала рыбу из духовки она у нас там стояла 35 минут такой аромат смотрите здесь получается наши овощи и вот этот пар весь образовал такой соус какой-то он очень аромат очень вкусный а рыба нежнейшая просто мне кажется она сейчас даже немножко развалится и так сейчас я сервирую и покажу как все получилось вот так выглядит наша рыбка терпук она очень ароматная ведь прям очень нежное получилось мясо которое легко будет отделяться от кости все приправы и соевый соус и курицы лимон все 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 сделали просто невероятно вкусный букет ароматов всем спасибо за внимание приятного аппетита до скорых встреч